Как прекрасно, что у нас дружная есть семья. Станиславом Ильичом Кузнецовым, руководителем филиала российской телевизионной и радиовещательной сети на Дальнем Востоке и в Якутии. Человек, который имеет различные награды правительства и президента России, патриот России, работает на своем предприятии почти всю свою рабочую жизнь, а это свыше 50 лет. По характеру человек, пионер и авантюрист. В молодости хотел стать геологом. Побывал на Байконуре и видел запуск спутника. Любит тайгу, рыбалку и наполняется силой на природе. Ведет активный образ жизни, участвует в семейной жизни внуков. Дедушка с большой буквы. Ответственный и щедрый мужчина. Здравствуйте, Станислав Ильич. Добрый день. Скажите, пожалуйста, а все-таки, что для Вас в Вашей жизни является важным? Наверное, было и остается у меня важным в жизни востребованность в своем труде, в себе лично, для двух направлений. Первое – это, как и было, так и остается. Это производственная жизнь, востребованность именно в своей деловой деятельности. И второе направление – это и сейчас оно приобретает для меня все больше и большее значение. Это востребованность во мне, как активном участии, сегодня уже в вопросе воспитания детей нашей семьи. Вот Вы дедушка шестерых внуков. Вот как Вы считаете, какова все-таки роль дедушки в развитии внуков? Папа, мама, а вот дедушка, какую роль должен играть? И что очень важно, каким должен быть, может, дедушка? Я все-таки чуть-чуть несколько слов на моей миссии, как отец. И я до сегодняшнего дня несколько критически отношусь к выполнению своих родительских обязанностей в свое время. Это не было полноценной отдачи от меня, как отца в деле воспитания детей. Ясно, что основные приоритеты у меня были – это производственное деятельность, но, как и большинство молодых людей, такой быстрый бег по жизни. Нужно успеть много что-то создать, что-то еще дополнительно развить. Но вот на сегодняшний день, как дед, я вижу определенную миссию свою, как воспитателя, что ли, или оказывающий содействие в воспитании вот этого большого нашего количества детей. Шестерых все-таки много совершенно разных, по своим характерам, по, наверное, своей миссии, по этой жизни. И здесь нужно, я думаю, вот философское, уже более философское отношение в вопросе воспитания их, более осторожное. Вот это, как, наверное, по принципу, дай Боже, главное, не наградитесь. Скажите, пожалуйста, вот шесть внуков, как в вашей семье происходят вот эти вот общения по поводу, есть ли разногласия с вашей дочерью по воспитанию с детьми? Как вы обсуждаете эти вопросы в вашей семье? Наверное, с того момента, когда я стал более-менее активно участвовать во всей нашей семейной жизни, активность по воспитанию нашего подрастающего поколения, я, безусловно, сильно изменился. В этой ситуации, вот если говорить о наших контактах и отношении к вот этой серьезной миссии воспитания детей, у нас, я думаю, на сегодняшний день с дочерью полное понимание. И это по ряду причин, безусловно. Первая, отвечает за воспитание. Это прямой руководитель семьи. Она является им, это дочь моя. И она с помощью души своей, чувств, понимания детей, только она может правильно понимать детей, она очень осторожно ведет ту свою многотрудную миссию, исполняет свою многотрудную миссию. А вот в этой жизни советом, ну, это примитивная попытка оказать какую-то помощь, не всегда понимая, в чем она должна заключаться. Вот этими вот советами их можно просто навредить. Навредить, потому что создается в этой ситуации дискомфорт. Это между, ну, при обсуждении двух лиц, это естественный процесс, потому что мы по-разному будем оценивать. Навредить, потому что свои советы, они формализованы будут совершенно, не разбираясь сути. И вот эта вот помощь, она должна, наверное, более мудрой быть. Мудрой, чтобы подставить плечо и осторожное дополнение будущих черт характера ребенка нужно со своей стороны, моим большим опытом подставлять. Станислав Ильич, еще такой вопрос вот для наших зрителей, которые нас будут смотреть. Есть ли... Вы очень любите природу и подзаряжаетесь от природы. Вот как с детками проводить время в природе, да? Может быть, есть какие-то конкретные практические советы? То есть как вот воспитание через природу, на Ваш взгляд, происходит с детьми? И играет ли это какую-то роль в формировании личности, может? Это безусловно. Вот сам я стараюсь с определенной чистотой бывать на природе, и желательно максимально одному находиться там. Это помогает мне, во-первых, чистку, энергетическую чистку организма проводить. Так я называю, по крайней мере, эти вещи. И вот по детишкам, здесь не сказал бы, это, наверное, как-то формализованный подход, воспитание детей, а формирование характера детей нужно подспорить в деле формирования характера детей, стержня детей, вот со сложения всех вот этих вот составляющих кубиков, формирование личности их. Природа занимает и будет занимать самое, наверное, большое значение. Здесь несколько моментов. Во-первых, наверное, через природу доносятся или преподносятся личности, одетично, безусловно, уже личности, состоявшиеся в том или другом объеме. Преподносятся основные позывы жизненные. Это та же самая любовь, любовь к природе, к окружению. Это не имеет значения, но это важно, воспитание этого чувства. Дальше природа, она учит и человека бережно к окружению относиться. И, наверное, самое главное, природа воспитывает характер человека. Это, во-первых, не бояться сложностей. Это в разных формах проявляется. Это, может быть, вам, к примеру, сегодняшний мы с внуком ездили на море, хотели половить рыбу, покупаться. И мы попали в такую замечательную ситуацию, замечательную ситуацию, когда шторм, когда наши ребятки катались на досках. Вот это вот рядом все. И вот надо доноситься, вот этот, с одной стороны, как бы угроза природы или предупреждение, что со мной так просто шутить не надо. Но и с другой стороны, это ласковое море. Но и с другой стороны, если ты меня понимаешь, то меня бояться не надо. Вот по жизни удавалось. Мне вот дочь в свое время в три с лишним года попала в один из самых серьезнейших циклонов, который был на Дальнем Востоке в 79-м году. Мы были на островах Японского моря. В таких диких условиях совершенно вкусили эту природу, вот эту вот ситуацию очень так прилично. И с детишками сейчас, когда мы бываем, мы попадаем иногда в такие очень критические ситуации, связанные с пугой, с ураганными ветрами, когда фактически мы часто на море выезжаем, фактически не видно в пределах, допустим, 50 метров уже окружения. И когда детишки уже не боятся этого всего, они радостно получают все удовольствия. Это большое счастье, когда человек может проявить эмоции, положительные эмоции, не осознавая еще, что происходит в этой ситуации. Поэтому я считаю, что природа была и остается самой основной частью в вопросе формирования личности, которая растет со временем, набирается уму разума, набирается силы, определенные силы, жизненных сил набирается для того, чтобы более разумно, с большей любовью относиться ко всему окружению. Наверное, по природе очень важно, я помню, в добрые старые времена у нас большое направление шло в Советском Союзе, как покорить природу, покорить реки в другие направления, пустить дальше горы переместить. Нельзя природу править под себя. Это будет бесполезно, мы такой вредно и все, и себе, и окружению, и всему. И природа здесь зубы свои покажет. А вот в детях это очень важно, развить чувство понимания природы. Надо уметь в ней растворяться, и вот эти вот чувства, которые в ребенке надо создавать, это чувство может быть на первом этапе неосознанное, а потом фактически будет превращаться в суть этого человека. Природу надо любить и чувствовать. Екатерина Слащева, рубрика «Беседы о важном». Мечтайте, дорогие друзья, велико, действуйте, и у вас все обязательно получится. Как прекрасно, что у нас дружная есть семья.